Благоустройство придомовой территории жители многоэтажки в 11 микрорайоне ждали давно. Облагородить двор, обновить дорожное покрытие и организовать дополнительное пространство стало возможным благодаря участию в программе «Дворы без ям». Работа здесь идет полным ходом. Подрядчику нужно успеть до наступления холодов и первого снега. По программе «Дворы без ям» получается на данном объекте выставлено все согласно проектной документации. Но как сейчас выяснилось, что жители недовольны именно проезжей частью, шириной. Сейчас этот вопрос будет решаться. Я думаю, придем к какому-то решению. Недовольство жителей действительно есть. Как оказалось, им не нравится, что проезжая часть стала уже, а вдоль тротуаров появились высокие бордюры. Не оценили изменения и автомобилисты, которые через этот двор проезжали к гаражному кооперативу. Ко мне обратились члены ГСК с тем, что во время благоустройства территории у дома номер 5 по программе «Дворы без ям» устанавливают бордюры на очень высокую высоту. Старый бордюр стоял не выше 3 сантиметров, но сейчас его устанавливают на высоту 15 сантиметров. При этом невозможно будет заехать, и в этом месте невозможно будет разъехаться двум машинам. Реконструкцию двора подрядчик выполняет в соответствии с проектом, пояснили в отделе благоустройства округа. Его, а также ширину проезжей части утверждают сами же местные жители совместно с управляющей компанией. Правда, тогда этих нюансов, видимо, не учли. Как пояснили в мэрии, высота бордюрного камня стандартная. А судить о том, насколько это будет удобно, пока не уложен асфальт, еще рано. Что касается проезда, пойдут навстречу жителям. Его расширят максимально, насколько это возможно. А вывод из этой ситуации можно вынести такой. Многое в собственном дворе сегодня инициативные жители могут сделать благодаря программам по благоустройству. Но при этом нужно быть предельно внимательными на этапе согласования работ. Ведь от этого зависит, насколько удобным станет обновленное пространство. Андрей Иванов, Ольга Балашева, Дмитрий Новопашин. Местное время.